Как жить после туберкулеза? Об этом не понаслышке знает московская художница Полина Синяткина. Несколько лет назад девушка прошла сложный курс лечения. В преддверии дня борьбы с опасным заболеванием Полина привезла у Иванова несколько полотен, написанных в стенах больницы. На них изображены пациенты, а также ее друзья. Работы уже успели оценить в Швейцарии. По мнению художницы, проект «Вдохнуть и не дышать» должен разрушить ужасные стереотипы о туберкулезе. Тема туберкулеза очень стигматизирована. Люди боятся говорить об этом слух. И я поняла в какой-то момент, что хочу с этим бороться. И единственное мне подвластное оружие – это искусство. Поэтому это живопись. Поэтому я начала писать своих друзей. Напомнить ивановцам о проблеме туберкулеза вместе с Полиной пришли представители областного тубдиспансера. Посетителям торгового центра раздавали брошюры о мерах предосторожности. Чтобы сохранить свое здоровье и здоровье детей, необходимо следовать нескольким простым правилам. Сейчас очень много родителей боятся делать вакцинацию БЦЖ. И в этой памятке рассказывается о том, для чего нужна эта вакцинация, и что такое реакция МАНТО, и зачем это надо делать. Чтобы снизить риск заражения туберкулезом, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от табака, а главное – регулярно, раз в год проходить флюорографию. А вот ношение медицинской маски – не панацея от палочки Коха. Наше население, к сожалению, не привержено к тому, чтобы вовремя заботиться о своем здоровье. Да, элементарно, пройти флюорографию – для нас большая проблема, для нашего населения. Поэтому эти акции проводятся для того, чтобы население больше подумало о своем здоровье. Медики напоминают, что туберкулез в современных условиях успешно лечится, если диагностировать его на ранней стадии. Начиная с 20 марта в городе будет работать передвижной флюорограф, где все желающие смогут бесплатно проверить состояние легких. Более подробную информацию об этом можно уточнить в областном туб-диспансере. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.